сегодняшнее видео хочу посвятить такой теме как кашпо кашпо декоративный горшок для цветов нашем случае модель имеет вот такую вот форму вот эти вот элементы эти вот ручки сама текстура рельефные не видно все это не позволит снять эту форму чулком то есть если у нас будет отливкой из гипса примеру такого материала нежного до относительно пластика и бетоном то у нас не получится просто снять ее форму чулком особенно вот из вот этого элемента что мы делаем мы делаем показательное видео для того чтобы как бывает рассказать как правильно сделать или изготовить силиконовую форму именно кашпо наша форма будет состоять из лицевой части тыльной части и той части которая будет формировать именно внутреннюю полость первым делом мы берем маркер и размечаем разметку наносим таким образом чтобы у нас плоскость разъема приходилось первое на выступающие все элементы части и второй с другой стороны точно также симметрично проходим рисуем разметку без разметки делать этого не советую то есть теперь у нас есть тыльная часть лицевая части внутренние с чего начнем начнем с того чтобы она правильно выставить нашу модель на плоском основании я уже говорил видео про изготовление силиконовой формы там чтобы правильно выставить нашу модель относительно нашего основания есть вот такой угольник обычный у этого угольника от края до вот этой линии четыре сантиметра это самая выступающая часть нашей модели что делаем показываю в этом месте выравниваем нашу линию с опалубкой с краем опалубки и подвигаем сюда модель и вот от края теперь самой выступающей части до края опалубки у нас четыре сантиметра здесь больше но это ничего страшно то же самое сделаем из лицевой частью и тыльный потому что здесь у нас будет жесткий короб формироваться и ставить станет заготовки из дсп ламинировать после того как мы определились положением нашей модели нам ее надо будет зафиксировать фиксирую я модель при помощи клея космофена несколько капель много не мажем потому что потом ламинированная дсп отрывается с кусочками ламината нам придется его выкинуть просто-напросто или его потом реставрировать восстанавливать ставим еще раз проверяем выставляем правильно смотрим положение и все и давлю фиксируем приклеить приклеили разметить разметили эти два инструмента можно будет уже убрать следующий этап необходимо будет сделать это как раз начнем начинаем формировать пояс который будет так скажем образовывать внутреннюю часть нашего горшочка раскатываем пластилин пластилин оливковый самый мягкий в работе катаем также колбаски режем поскольку пластилин был уж на если новый вам гораздо проще теперь наша задача высота этого бортика тоже будет приблизительно около четырех сантиметров то есть больше не надо меньше тоже я покажу парочку как мы это все делаем и потом уже выключу камеру покажу готовый результат отрезаем делаем прямоугольник толщина прямоугольников напоминаю от 5 миллиметров до 10 миллиметров 10 10 это максимум 5 это минимум все зависит от глубины канавки которую вы будете прорезать при помощи стека не хочет до держаться ну ладно приклеим второй раз чем вот так вот делаем делал формируем 10 пояс пояс размером как раз вот крайней точке возьмем на 4 сантиметра но это будет сильно высоко сейчас покажу как можно будет сэкономить немножко то есть высота у нас в принципе это устраивает дальше формируем наш кольц это самая правильная технология то есть когда у нас есть и лицевая часть и тыльной и то что который ты та часть которая формирует внутреннюю полость можно сделать проще да можно но таким образом вы точно сделаете любую форму которая относится к разряду кашпо при других условиях если бы у нас не было выступающих элементов вот таких вот пример или вот таких нам такая бы сложная форма не потребовать который состоит из трех частей возможно мы обошлись бы всего двумя частями то есть это был бы конечно не чулок но наша форма могла состоять только из формы части которая формирует внутреннюю полость и обратной части но поскольку у нас есть обратный угол вот он видно туда снятия силиконов вкладыш мы не сможем поэтому показываю самый сложный самый трудный самый правильный способ создание кашпо научитесь делать так получится у вас делайте потом упрощенный вариант если у вас конечно позволит модель видно я думаю получается как подает как подает оближиваемся на эти кадры тоже попадает спрашивали размеры моей опалубкой моем случае это 250 миллиметров на 400 высота это вот в этом месте с этой заготовки 100 миллиметров 100 также на 250 50 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Думаю, принцип понятен. Сейчас я закончу вот с этой частью, которая осталась. Сейчас вот этот прилеплю и выключу камеру. Потом уже покажу готовый вариант. Перед тем, как делать замки, я включу и покажу, как я это делаю. Для изготовления силиконовой формы, там видео, которое я снимал, там все подробно показываю. В общем, думаю, смысл понятен. Сейчас побеждаю эту часть и продолжим снимать. Получилось узнать, что такое вот кольцо... Сколько тут получилось сантиметров? Два с половиной. Можно, конечно, еще поднять до четырех. Да, здесь два с половиной, три. Вот еще сант можно поднять сантиметр. Но принцип сейчас такой. Следующим этапом, что мне не нравится? Мне не нравятся места прилегания. Именно вот эти вот. Я хочу их над ними поработать, чтобы было там все плотнее гораздо. При помощи такого инструмента стека я сейчас здесь все подровняю. Вот такой у нас получился результат. Здесь полностью поднял пастилиновый бортик. Высота его теперь составляет 4 сантиметра ровно по периметру. Может быть, кто-то скажет, излишним делать. Такой вот ровненький, гладкий весь. Но я считаю, что один раз лучше сделать хорошо, чем потом при производстве уже мучиться с формой. Ведь еще хочу обратить внимание на узлы примыкания. Именно границы пластилинового бортика с моделью тоже здесь очень важно. Чтобы плоскость разъема у вас была прям минимальной. Ее едва было заметно на готовых изделиях, на отликах. Чтобы в дальнейшем меньше мучиться с зачисткой. Так как каждый раз при отливке силикон дает усадку. Попадают частицы материала, такого как гипс, между двумя силиконными вкладышами. Там получается зазор уже. В результате этот зазор сказывается на качестве ваших отливок, конечных деталей изделий. Швы становятся более заметными на готовом изделии. Следующим этапом, что делаем. Наносим предварительную разметку, как пойдет у нас линия наших замков. Я выбираю ее приблизительно по центру. То есть у нас 4 сантиметра ширина нашего пластилинового бортика. Я рисую ее визуально по центру. Огибая, скажем, контуры нашей модели. Резких углов не делаем. Потом, так же, как я уже говорил ранее, стек заводской обычный. Что было с ним сделано? Он был разобран. Серединка расплющена на наковальне. Заточена на наждаке или напильником, чтобы один край у нее был более острый. И после этого согнуто вот это расстояние 5-7 миллиметров где-то должно у вас получиться. И в обратной последовательности было все это собрано. При помощи стека по нарисованной линии уже делаем наш замок. На всю глубину сразу не советую резать. Наметьте так же контур, по которому будете в дальнейшем двигаться. Это гораздо проще и удобнее. Продолжение следует... Вот контур наметил. Сейчас дальше работаю. И углубляюсь. Глубина замка 5-7 миллиметров. Ширина тоже 5-7 миллиметров. Глубина замка 7-7 миллиметров. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Существенное дополнение Будет Посвящено Тому как правильно Оставлять силиконовый вкладыш Вот смотрите Вкладыш который будет формировать у нас внутреннюю часть Он должен все время Оставлять в одной и той же позиции Только вот так Не вот так То есть на 180 градусов мы ее не поворачиваем Сколько в процессе производства У вас мысли заняты будут другим Сколько отмерить дипсы Сколько добавить воды Как разформовать аккуратно Не повредить еще что-то Возможно вы где-то будете вообще о своем думать Надо чтобы эти процессы Вам голову не забивали И вы точно знали Что я силиконовый вкладыш должен поставить Вот только вот так И никаким другим образом Как это сделать Надо один из замков Сделать таким образом Чтобы он Я надал вам понять Что вы Силиконовый вкладыш можете поставить Только вот так Вот так вы его уже поставить не можете Что надо сделать Надо сделать один Замок Допустим вверх Только в этом месте К примеру Делаем вот так Только в этом месте Все остальные замки пойдут вниз И когда вы будете собирать форму Вам форма не даст Собрать ее по-другому Потому что только в этом месте Он станет вот так Если вы как-то по-другому попытаетесь То есть Здесь будет один силиконовый вкладыш Здесь другой силиконовый вкладыш И когда вы видите Что на одном силиконовом вкладыше Есть замок вверх Который установлен А на другом его нет Значит вам силиконовый вкладыш Который формирует внутреннюю часть Надо поставить в ту сторону замком А не как в эту Вот это очень важно Поскольку даже на этапе Изготовления модели Самой модельки Модельки бывает с эллипсом То есть уже она Вы его купили в магазине А у нее есть эллипс То есть по-другому она никак не встанет Если вот этот момент не учесть Не поставить здесь знаковую часть Именно например вверх Там вбок Еще треугольный А на форму будет Еще круглой формы То есть такой знак Который бы вам давал Четко понять Что внутреннюю часть Мы ставим только таким образом Никаким Иначе Это тоже Очень такой важный Момент При Создании кашпоймена Чтобы у вас голова в дальнейшем не болела Блин а как ее развернуть Вот так вот или вот так Потому что у меня все там Одинаковые Или сейчас вы Вот таких вот замков На всей форме Сделайте что где есть по периметру И вы будете думать Блин а что же она у меня не собирается Почему Оказывается все очень просто Потому что она изначально была Несимметрична И расстояние между замками разное Есть у нее Лицевая часть и тыльная Поэтому Она собирается только таким образом Никаким иначе Но каким образом Чтобы это понять Вам надо Раз попробовать Ага не подошла Развернули Значит другим По другому должна собираться Чтобы вот в этом По этому моменту В этом моменте Голова не болела Надо Для себя поставить Храг По которому Она будет собираться То есть сейчас мы Сделали один только вверх Все остальные будем делать Вниз и сбоку Ну как хотите Главное чтобы вам было понятно В дальнейшем Например покажу Все остальные делаем вниз Потому что Одного Одной знаковой части Которая идет по периметру Нам будет недостаточно Надо чтобы у нас Как можно больше было жесткости По силиконовому вкладышу Почему? Потому что у нас он будет Не сильно толстый Который формирует Именно Внутренняя полость Поэтому мы ему поддаем Своего рода жесткость Поперечными Такими вот Знаками Сейчас покажу Что у нас получилось В итоге Подровняю Подровняю Все это дело Так страшненько Что углядело Так Еще здесь маленько Ну вот Я думаю так уже будет достаточно Вот смотрите Все знаки у нас направлены вниз 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 И одном только месте И вниз И вверх То есть это сразу Будет понятно Какой стороной Мы ставим Наш силиконовый вкладыш В некоторых местах Еще углублю Пластилин Замок по пластилиновому Бортику нашему Будет неплохо В общем Следующим этапом Теперь нам точно Надо будет зафиксировать Нашу Модель На основании Набрать весь лишний пластилин И Уже выстраивать Наш пластилиновый бортик Чтобы формировать лицо И тыльную часть Следующим этапом У нас по прежнему Она не закреплена Результат вот такой Вот Здесь Ровненько Чтобы приклеилось Все Нам надо сделать Следую Взять наждачку В моем случае Зернистость 80 Она достаточно грубая Положить на наше основание И маленько шуарнуть Протираем Сейчас берем линейку И выставляем Сосново Под рукой Мажем на те участки Которые у нас Стали белыми То есть Они как раз и зашкулились И зачистились Выставляем линейку Вставляем Модель Смотрим Состояние Проверяем Расстояние Все хорошо Да Сейчас уже приклеилось Так Закрываем клей Продолжаем Наждачку можно убрать уже Что делаем следующим образом По нанесенной заранее разметке Выставляем Пластиновый бортик Опять лепим Опять выставляем Я думаю Здесь ничего интересного нет Наверное Нет наверное смысла Но первый Поставлю Все таки покажу Я потом наверное Доснимаю Все остальное Словом Чтобы было Видно конечный результат Смонтирую Все это дело Чтобы ускорить процесс Смонтирую Вот так Нашнее можно отрезать Ну и все В общем Продолжаю В таком роде Но вставляю Здесь пластилиновый бортик Вставляю Здесь пластилиновый бортик Как закончу Перед тем Как делать замки Обязательно Включу И продолжу Смонтирую 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 так вот вот такой у нас получился конечный результат покажу поближе покажу линии примыкания именно пластилинового бортика нашей модели следующий этап что делаем делаем замки замки выполняем на расстоянии приблизительно 1 сантиметр может быть полтора от тела модели также предварительно замечаем и по этой линии разметки у нас пойдет нашему желательно чтобы замок повторял приблизительно контур нашей модели то есть не просто шел прямо какой-то имел интересную форму интересно повторяющую профиль и так же стеком режем режем потихоньку по намеченной уже линии и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так что смысл показывать Как я набираю толщину силиконового слоя Я не вижу Включу и на записи начну потом показывать Когда буду формировать вот эти две части Сейчас наношу силикон И формирую марлей Думаю, тех, кого интересует Тема изготовления кашпо Они уже самостоятельно Сделаны не одной силиконовой формы И опыт у них в том направлении Имеется Теперь возникли небольшие трудности По изготовлению более сложных форм Таких, например, кашпо Здесь на самом деле ничего сложного нету В принципе, здесь один и тот же Субтитры сделал DimaTorzok Продолжим изготавливать наше кашпо Что было сделано? Сделал, значит, нанес несколько Силиконовых слоев Здесь у нас достаточная толщина силиконового слоя Сформировалась Причем у нас силикон как здесь Так и здесь На этой части Сейчас Здесь нанесен уже разделительный слой Разделительный слой Нанес при помощи ВСМ ВСМ Восковая разделительная смазка И сейчас будем делать Жесткий кожух На основе эпоксидной смолы Прюсып эпоксидной смолы Уже неоднократно говорил Она не имеет Токсичного запаха Токсичного запаха Можно работать с ней в небольших Помещениях Но работая с ней Обязательно необходимо Наносить разделительный слой Который будет между Вашим силиконовым Вкладышем Жестким кожухом Так как эпоксидная смола Прилипает Ко всему Настолько мощно Что Разделительный слой Просто обязательный Также обязательно Средство индивидуальной защиты Это обязательно Мы используем Перчатки Дальше Лишний силикон Который был Был отрезан По периметру Вот видно Угол Уголы прямые В этом месте Сейчас покажу Поближе В этом месте Все почищено То есть Все подготовлено К тому Чтобы сделать Жесткий кожух Так Выставим Камеру Разделительные нанесли Смолу я уже Замешал Замешивал Такой вот Баночки Пластиковой Лопаткой Металлической И будем сейчас Наносить Наношу при помощи Кисти Следующим образом Чтобы экономить Нашу смолу Наносим На вертикальные части Сначала Начинаем С вертикальных поверхностей На горизонтальные Она сама сбежит Сверху Вниз Она сама бежит Наносим Поэтому Сначала Верхнюю часть Все хорошо Промазываем Видно? Я думаю И наносим Ссылки на эпоксидную смолу Оставлю В описании Под видео Так И Значит Продолжим Заранее было нарезано Стекло Рогожа Ссылки на стекло Рогожа Тоже будут Нарезано Было по размеру То есть И теперь Просто прикладываем Нашу стекло Рогожу На Эпоксидную смолу Преимущество Стекло Рогожа При укладке То что Она Легко повторяет Контур Вашей Вашего Силиконового Вкладыша Поэтому С ней Удобнее Работать Так Нам несли Приложили Вернее Нанесли Смолы Пропитали Этот слой Модель Удачная Получается Что у нее нет Поднутри И так Дальше все По периметру Вкладываем Теперь сюда И поэтому С ними Не надо Бороться То есть Нету Поднутрений Очень Хорошо Все Основные Неровности Выровнял Наш Силиконовый Вкладыш Силиконовый Слой Все Промакиваем Тампанируем Наносим Сюда Смолу Наносим С этой стороны Смолу По толщине Значит Толщина Стеклорогожа Тридцать Триста По-моему Да У нее Плотность В два слоя Укладываем И этого Будет Достаточно Два Слоя Стеклорогожа Вполне Справляются С Необходимой Нам Жесткостью Жесткого Нашего Кожуха Больше Не вижу Смысла Это будет Просто Первый Расход Материала Меньше Будет Недостаточно Жесткостью Кожуха Поэтому Два Слоя Это Оптимальный Вариант На мой Взгляд Раз Все Тоже Перекрываем Замешивал Я смолы 200 грамм 230 грамм Получилось Нам Должно Ее Хватить Стираемся Укладывать Сразу Стеклорогожу Таким Образом Чтобы Было Минимальное Количество Торчащих Частей Потому Что В дальнейшем Нам Придется С ними Бороться Если Они Будут Сильно Торчать Их Придется Подрезать Убирать Фрезеровать Это Дополнительная Работа Которая Занимает Дополнительный Промжиток Времени Ну И Влияет На Качество Торчащих 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И возможно уже на более больших фигурах необходимо будет укладывать не два слоя стекловожа, а три. То есть это тоже прошу принять во внимание и с тем, что размеры фигурки могут увеличиться и соответственно вам потребуется нарастить толщину вашего жесткого кожуха. Продолжение следует... Но основное преимущество его это то, что она не пахнет. Как правило, еще приходится обрабатывать жесткий кожух. То есть после того, как мы его снимем, на тыльной стороне его, между жестким кожухом и силиконовым вкладышем, будут обязательно небольшие подтеки. Таковы особенности работы со стекловожей и эпоксидной смолой. Их желательно будет убрать, поскольку подтеки эти будут острые и возможно могут резать края силиконового вкладыша. Перекроем вот в этом месте, в этом месте еще сделаем поаккуратнее, добавим по толщине, потому что уголок мне вот этот не нравится. Вот так создается жесткий кожух у нас для кашпо. Так, и у нас еще остается смола. Ну сейчас мы ее будем использовать на другую... Создание другого жесткого кожуха, другой силиконовой формы. Видно хоть там? Нет? Там уже все закрываю. В общем, внешне меня все устраивает, толщиной и доволен. Как легла стекла рогожа. Он тоже устраивает. Так, в принципе, я бы добавил этот угол еще. Одну часть. Да, до усиления на всякий случай. В этом месте сейчас мы добавим. Чтобы быть уверенным, что... У нас все получилось ровно так, как мы хотели. И ничего не приходилось потом переделать, доделывать уже после того, как мы нанесли смолу. Бывают, конечно, сложные формы, где жесткий кожух приходится делать не с первого раза. К примеру, нанесли смолу, и у вас есть острые углы. Прям острые углы. Приходится набирать жесткий кожух или делать жесткий кожух за два раза. То есть, первый раз сделали, появились какие-то торчашки, которые вам не совсем нравятся. После того, как смола подсохла, это все зачистили, убрали, фрезеровали. И второй раз нанесли смолу. Вот бывает и такое. В общем, сейчас жестким кожухом я доволен. Все легло ровно так, как я и хотел. Когда он высохнет, будем переворачивать с той стороны, снимать пластилин и уже наносить разделительный слой и делать обратную сторону. Самое главное, я думаю, это было как раз показать начало. Ну, вторая сторона будет точно такая же, как и эта, но я все равно ее покажу. И серединка. И покажу, конечно, готовый результат уже, когда будет полностью готова наша силиконовая форма. В общем, если вы собираете точно такие же кожуха, как и я, учесть главный такой момент, что боковые части, боковые поверхности вот эта вот и вон та, должны иметь определенную толщину, чтобы в них можно было зафиксировать как раз заклепки или саморезы, которые бы держались в толщине этой стеночки. Если будет сильно тоненькая, то замки здесь держаться не будут. В общем, все. Жесткость еще сформирует у нас ламинированное ДСП, которое встанет и не позволит уже гулять этому жесткому кожуху относительно друг друга. То есть вот этой стороне, к примеру, относительно этой, скручиваться. То есть здесь у нас станет ламинированное ДСП, и это тоже придаст жесткости дополнительные. Это очень хорошо. В общем, все, что хотел показать, показал. На этом, наверное, по созданию жесткого кожуха именно кашпо закончим. Ждем, когда высохнет. Переворачиваю и начинаем заниматься тыльной стороной. Так вот, продолжаем снимать наше видео по изготовлению сложной силиконовой формы в виде кашпо. Значит, сделано было с двух сторон силиконовый вкладыш и с двух сторон жесткий кожух. Осталась внутренняя часть. Сейчас покажу, как выглядит все это со стороны и что мы будем дальше делать. Значит, наша следующая задача – это снять верхнюю часть, вот эту вот, именно опалубку, поближе подвинул. Вот эту часть снимаем. Всю остальную опалубку при этом не разбираем. Потом снимаем только одну часть. И потом начинаем формировать внутреннюю полость, именно силиконовый вкладыш. Сейчас снимаю опалубку, покажу, что получилось, и дальше начинаем записывать видео. Хоть это все тут очень просто остается, но что сделал? Обрезал и решил показать все-таки, что делаем. Берем ВСН-ку, наносим разделительный слой по всему периметру. Особенно уделяем внимание нашим замкам, поскольку там могут быть проблемы в дальнейшем сформовки именно между, на границе силикон-силикон. Продолжение следует... И перед тем, как делать жесткий кожух, сниму короткое видео, посвященное как раз вот этой части, силиконовой вставке, силиконовой вкладышу, которая будет формировать как раз у нас внутреннюю часть. Если вы заметили уже, что она у нас несимметричная, то есть форма нашего силиконового вкладыша имеет вот такую вот прямоугольную часть. Для чего это сделано? Дело в том, чтобы если у нас была бы просто симметрия, такой конус усеченный, то при работе с этой формой у вас постоянно возникал вопрос в голове, как ее правильно собирать, как вставлять жесткий кожух в внутреннюю часть, вот так вот или вот так. Чтобы этого вопроса не возникало, здесь сделал вот эту часть. То есть теперь уже точно, благодаря вот этой знаковой части, так скажем, жесткий кожух будет садиться только в одном положении, вставляться в внутреннюю часть. И голова об этом вопросе больше болеть не будет. То есть это очень удобно. Раньше я сверлил в определенном месте отверстие, по которому я ориентировался, и у меня эти два отверстия, если совпадают, значит жесткий кожух был вставлен в форму верно. Потому что если вы неправильно вставите, жесткий кожух развернете, к примеру, то есть силиконовый вкладыш маленько деформируется, форма соберется неправильно, и возможно там будут зазоры, и форма будет течь. Вот так, чтобы вот этих моментов не происходило, есть теперь у нас знаковая часть. Ну это в литье так называется, знаковая часть. Еще один момент, есть небольшие поднутрения в этом месте, в этом их момент. Исправим это все дело при помощи пластилина. Как только подрабатывают эти вот два места, то есть заполненными пластилином, чтобы они не образовывали замки, которые нам не позволят в дальнейшем вытащить жесткий кожух без деформации нашего силиконового вкладыша. Заделываем эти части, наносим разделительный слой, и после этого можно будет уже замешивать смолу и выкладывать стеклорогушку. Итак, получилась силиконовая форма, состоящая из трех частей, лицевой, тыльной и внутренней части. Три силиконового вкладыша, три жестких кожухов. Сейчас покажу поближе особенности, прежде чем ее разбирать. Так, перейти чарим вот сюда вот. Сейчас покажу. Значит, внутри она выглядит следующим образом. Вот она жесткий кожух. Сейчас я это все дело разберу и покажу уже в этом виде. Также осталась у нас эта знаковая часть, которая не позволит нашему кожуху смещаться относительно силиконового вкладыша. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, форма в разобранном виде выглядит следующим образом. Вот наша модель. Полностью достал. Модель никак не пострадала у нас. Все с ней отлично. Продолжим ее пока в сторону. И получилось у нас вот такие три части. Вот одна часть. Другая часть. И третья. Сейчас ее соберем. Сразу показываю о том, что он говорил. Есть знак. Знаковая часть, по которой точно понимаем, что в этом месте станет. Эта силиконовая часть. Отдельно. Раз. Дальше. Электросиликоновая часть. С этой стороны, соответственно. Два. Потом станет жесткий кожух. Раз. Ну, вот так вот будет выглядеть форма в сборе. Раз. Два. Три. Она, конечно, еще подработается. Берутся все эти торчащие элементы. Не будет у нас вот этих вот острых краев. Станут две или даже три, наверное, заготовки из ламинированного ДСП. И будет с формой работать гораздо удобнее. Чего я хотел рассказать именно сейчас. Вот то, что я говорил. Сейчас разберу про внутреннюю знаковую часть. Если на тех двух видео это не совсем было заметно, то здесь, когда форма наша уже разобрана. Шестанутовая часть, конечно, подработается еще. Сейчас сидит все очень плотно. И в итоге между жестким кожухом и силиконовым вкладышем создается разряжение. То есть мы, когда начинаем, мы утянуем, да, получается достаточно такое разряжение. Там получается в вакуум. И они хорошо между собой присасываются. Но это из-за того, что жесткий кожух выполнен очень плотно. После того, как я его маленько подработаю, уберем все лишнее. Он будет достаточно легко вытаскивать. То есть уберу этот пластилин, уберу все вот эти вот острые края, и он будет хорошо вытаскиваться. Вот, покажу здесь еще раз. Видно, да, вот эта вот прямоугольная часть. Это знаковая часть здесь. И теперь точно так же в профиль мы можем посмотреть на знаковую часть вот здесь. О, видно, да? Видно, что везде она круглая, а здесь с хостом и специально. Поэтому наша форма собирается только в одном положении, в другом. Ты никак уже не соберешь. Вот это важно. То есть когда идет изготовление сложной силиконовой формы, когда у вас не одна часть, не две, а больше, допустим, три или четыре, какие-то должны быть обязательно знаковые элементы, по которым ваши части между собой будут собираться. То есть жесткий кожух относительно силиконовой части, силиконовая часть относительно другой силиконовой части. В общем, на это стоит обращать внимание. Работу по изготовлению силиконовой формы, сложной силиконовой формы в виде кашпо, на это можно считать законченной. Основные моменты, на которые стоит обращать внимание, я рассказал, на них заострил внимание. Теперь, используя данный опыт мой, вы можете изготовить аналогичную силиконовую форму в виде кашпо. Это, конечно, уже... Да. Продолжение следует...